И сегодня мы рады вам представить Бориса Сергеевича Тавеина, кандидата в языках и математических наук, ведущего научного сотрудника Института металлоорганической химии РАНГ. Пожалуйста. Ну, я немножко волновался, готовясь к этой лекции, потому что я не знал, ну, как, так сказать, ее готовить, но вроде бы говорили, что это популярный будет рассказ обо всем понемногу. Если кому-то захочется поподробнее, более глубоко научно какие-то вопросы выяснить, то можно спрашивать и в разрез прямо, у нас аудитория располагает для такой беседы и принужденной. Вот. Ну, и сейчас я, значит, начну с того, вот это вот символ новой формы углерода, углерены, но оно дальше. А сначала, значит, просто о том, что же такое нано-технологии поговорим и нано-материалы. Потому что, ну, нанометр, здесь вот образно, так сказать, сама девятка, девятая степень, отображена. Ну, я не буду читать, читать вы все умеете, поэтому там все написано. Я буду рассказывать. Так вот, что же такое нано-технологии. Значит, нанометр — это 10 минус 9 метр. Кристаллографы больше привыкли к ангостреуму вообще, говоря. Это 10 минус 10. И ангостреум понятно почему, потому что это примерно межатомное расстояние. 0,2, 3,4 десятка ангостреума у углерода, у графика. Но если в нанометрах, то надо 0,5,34 написать, то есть для чисто структурных дел. Ангостреум, удобно. Но в том-то и дело, что сейчас как раз пришло понимание, что группы атомов, вот наноразмерного, наноразмерного, очень ванно-отом определяют свойства материала. Об электронике я вообще говорить не буду, потому что электроника — это сплошь уже сейчас нанотехнологии, и я о более простых таких вещах буду. подговорил. Вот по шкале размеров, если к нам нету, в химии — это наночастицы относятся, в биологии галтерина, в электронике — это нынешний транзистор. Это все уже. Я обещал как-то по ходу дела говорить о нижегородских ученых, которые занимаются этими проблемами. Так вот, с точки зрения, конечно, электроники, ну, это институт физико-микроструктур, это Николай Николаевич Салащенко и Ченкор и Ченкор Капонов и Сергей Викторович. Это нанолитография, рентгеновская 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 рентг Частицы. Надо сразу сказать, что наночастицы, ну, сакраментальный вопрос, который Матрешка Угалов задает, три ореха куча или не куча, а четыре ореха куча уже, вот сколько же куча, только сколько же атомов нужно, чтобы вещество обладало уже свойствами массивного кристалла, а если меньше, то это не куча, оно обладает свойствами наночастицы. Вот очень простой критерий. Сколько атомов на поверхности и сколько внутри. Понятно и трудно, если мы возьмем, скажем, шесть шариков, сложим в шестиугольничек, одиннадцать, еще седьмой, можно положить внутрь, и он отключается тем, что он со всех сторон окружен такими же атомами, а те, которые снаружи, они окружены, ну, или вакуум, или газная какая-то среда, они есть. Так вот, пока число атомов, составляющих поверхность частицы и ее внутреннюю часть более-менее соизмеримы, до тех пор и различаются свойства этих частиц, отличаются от свойств массивного материала. Самый простой пример я взял, это температура плавления. Вот смотрите, до 100 нанометров температура плавления где-то за 1200, ну, тут по Цельсиевым пакетам мы, будем, поставим температуру. А, значит, если ниже где-то 10 нанометров, а, следственная экстремность, значит, ниже где-то 2 нанометров, то это ниже 400 градусов уже температура плавления. И надо сказать, что такие наночастицы весьма тяжело даже сохранить, потому что они коррекциируют, они слипаются дробь с дробь, поэтому, когда первые такие вот наночастицы синтезировали, их, значит, изолировали в какой-либо матрице, скажем, например, с мороженым органом. Ну, здесь хотелось бы еще поговорить о том буме, который пошел вот в связи с этим термином «наном». Конечно же, поскольку у чиновников в голове это, так сказать, все от слов идет, то назвали нанотехнологиями практически все. Перевели микроны в нанометры, и все занимаются нанотехнологиями. На самом деле, вот как я вам уже показал, это не совсем так. Но и нанотехнологии сами, на самом деле, зародились не сейчас. Если мы возьмем свойства тамастской стали, потрясающие совершенно, когда клинок можно отточить так, чтобы шелковый лоскуток упадет и разрежется об этом клинок. И с другой стороны, можно было бояться с этой санки, согнуть, и она не сломается. Значит, вот сейчас один из, я не буду уже точных цитат все привалить, один из немецких исследователей с использованием современной микроскопии показал, что эти свойства дамасского клинка обусловлены тем, что твердая фаза карбиджелеза, цементик, там в виде тончайших иголочек. Может быть, даже зародилось, что там нанотрубки графитовые были. Потому что при проковке этого материала его посыпали углом. Ну, я не знаю, я слышал еще другую версию, что при проковке делали проволоки, потом их сливали, проковывали и много раз проковкой сваривали по-новому. То есть, зерно вытягивалось в одном определенном направлении. Так вот, эти нити оказались, оказалось, что они очень прочие и в то же время можно их изогнуть. Я очень простой пример еще насчет того, что размер влияет на свойство хочу привести. Вот эта вот палочка кварца. Вот я ее пытаюсь согнуть, и она сломалась. А вот это из того же самого кварца, оптическое волокно, которое сделано соседним с нашим институтом особой части веществ. Там где-то не на ночь, там 30-микронная, но, тем не менее, вы видите, что эти кварцевые метки можем, хочу сделать, завязать, и им ничего не будет. То есть, действительно, размерность очень серьезно влияет на свойство материала. Так вот, в стали, так же, когда эти твердые и хрупкие частички цементита настолько тонкие, что их можно изгибать, они определяют такие замечательные свойства материала. С одной стороны, сохраняет твердость, с другой стороны, затачивается этот материал великолепно, потому что зерно мелкое. Если вы сталь с крупным зерном хотеть начнете, у вас пива получится, выкрашиваются эти зернышки, и остроты такой вы не достигнете. Вот вам 300 лет до нашей реалии нанотехнологии. Но мы же тут не знали, что нечем заниматься. И вот мы теперь перейдем к следующему вопросу, что понятие о том, что мы занимаемся нанотехнологией, пришло с развитием методов исследования материала. Это возникла сканирующая электронная микроскопия, атмословая и сканирующая туннерная микроскопия. Ну и оптические методы очень сильно развились. Сейчас математическая обработка оптического сигнала позволяет получить разрешающую способность в оптике существенно выше, чем длина волны. И это тоже серия приборов исключительно интересная. Ну, если говорить опять же про наших нижекородских, ну, так чуть разниму. Вот сканирующую туннельную микроскопию изобрели в 1981 году Пиннинг и Реоли. Они создали микроскоп туннельный, где иголочка ощупывает поверхность кристалла так же, как в своей полной палочке. Это вот ощупывает, а мозги восстанавливают эту картину. А сейчас компьютер у нас появился, и он может, следя за шагами этой иголки и измеряя положение у нее по высоте, восстановить картину поверхности, структуру поверхности. Но так как здесь расстояние не прямым, нажимом определяется. А там просто патефон самый настоящий, там и глаз может скобликнуть поверхность. Ну, или есть режим послуги, можно сказать, да. А в туннельном микроскопе это туннельный ток, который на расстоянии 1-1-3 примерно меняется, то есть десятый нанометр меняется в 10 раз в зависимости от высоты положения иголки. И это, по современной аппаратуре, вполне измеряемая величина. И эти изобретатели, в сущности, они изучали вакуумный туннельный эффект. Вакуумный туннельный эффект. Стало понятно, что легко сканировать, сделать профилометр из этой системы. Ну, и пытались сделать профилометр. И когда увидели атома, страшно удивились, потому что у них иногда вдруг чувствительность прибора резко возрастала. Оказывается, что если это и блок раскрепить об образец, там налипает группа атомов, так что один на конце немножко торчит. А так как зависимость такая вот сильная, то вдруг получилось, что можно эту поверхность видеть с атомным разрешением. Впервые, когда они увидели поверхность кремния с атомным разрешением, они не поверили своими глазами и считают, что это аспорт какой-то просто на изображении. Но поскольку поверхность кремния была до этого рассчитана методами дифракции мебельных электронов, восстановленной, так сказать, математической картинкой, было известно, что эта поверхность отличается от структуры, от внутренней. Там другая периодическая структура на поверхности, и они именно ее получили. И это было доказательство, что действительно они видят атом. Ну а следующий шаг, это взяли графитовую плоскость, там тут совсем все просто хорошо, там шестиугольники, и оказалось, что да, и шестиугольники били. И сейчас хорошо ориентированный пирографит, это подложка для всех вот таких исследований в туннельной атмосферовой микроскопии, в которой можно не заградуироваться и увидеть на ней объект атомных масштабов. Ну вот Нобеля им дали за то, что они провизовали атомы. И, к примеру, третий человек еще, который получил Нобелевскую премию. Дело все в том, что Кноль и Русска еще в 1939 году изобрели просвечивающий электронный микроскоп. И он тоже совершенствовал, но так медленно, не так вот внезапно, как здесь увидели, вот было атомное разрешение, понятно, это Нобелевская премия. А просвечивающая электронная микроскопия тоже дошла до атомного разрешения. И из двоих, Кноль уже умер, а Русска, Старинский был еще жив, и он тоже получил Нобелевскую премию. Потому что в микроскопе, который и не был с датентомом в 1939 году, тоже уже видно атомные плоскости. Ну, здесь я картинок не привожу. Когда мы пойдем дальше, там на наших объектах вы увидите, как видно в просвечивающем микроскоп, атомные плоскости. И это сделано у нас в кодеке, я скажу, через микроскоп. Надо сказать, что сразу же, как только открыли атомно-силовую микроскопию, у нас в Экфане были построены атомно-силовые микроскопы, сделаны. И, ну, время было вращая, все старались заработать и старались сделать такой микроскоп. Но потом все-таки эта микроскопия, именно производство микроскопа, перешло в Селеноград. И Виктор Александрович Быков основал мощную совершенно вот эту группу и интегра-компанию, которая производит туннели, атомно-силовые, ну, любые зонтовые, мощно-силовые зонтовые микроскопы. И производит их на весь мир, и производит не только микроскопы, но и производит машины, в которых можно технологические операции осуществлять, а потом контролировать результаты с помощью вот этой техники. А из Экфана, ну, он теперь в физической микроскопе работает, вот Миронов, Виктор, написал книжку. Он первый микроскоп, наверное, один из первых в стране у нас сделали туннели к микроскопу. Но сейчас он просто преподает эту зонтовую микроскопию. И вот такую вот книгу, мне очень приятно, что она с дарственной надписью у меня от автора, вот он написал, по всем видам этой микроскопии, написал с подачи Виктория Александровича Быкова. Но вот хочу, так сказать, в порядке нам сказать, что эта книга выставлена на сайте и безвозмездно вы можете ее забирать. Хотя она уже переведена на многие языки, она стала чрезвычайно популярной учебникой, по адресуальной микроскопии, но, значит, тем не менее, она, в отличие от сихонкубированных, скажем, в свободном доступе имеется. Дальше мы перейдем уже, действительно, к основной теме, это углеродным намным теменем. Это вот астрофизики Харпин и Крышкин. Фотографии такие у меня очень хорошие, потому что я сам фотографировал Петербурга на конференции, там они были у моего стенда, и для меня они дороги, как память, то, что это не из интернета, из одновы этой картины. Вот, значит, эти ученые, здесь небольшое юрическое выступление, значит, астрофизики, они исследовали туманности. Ну, туманности, структуру туманностей полевых исследуют, более-менее понятно, как, то есть, снают звезды с определенными спектральными характеристиками, если свет от этих звезд проходит через туманность, то спектр поглощения образуется, и можно пытаться делать выводы, о том, из чего состоят эти туманности. Так, например, ученые были утеплены, обнаружив массу органики в этих туманностях. Считалось, что, ну, вероятность столкновения в космосе больше двух частиц, чтобы молекул какая-то образовалась, уничтоженно мала. Но потом возникла совершенно логичная гипотеза, что если есть частицы полевые, то на них уже адсорбированные эти молекулы могут действительно встретиться, прореагировать и образовать какие-то более сложные молекулы. То есть в космосе присутствуют сложные и достаточно молекулы. И вот в одном из случаев было предположение высказано, что туманность состоит из частиц углерода. Но непонятно, какого углерода по спектру это было неясно. И как мы на клинику приступили, очень по-простому. Они взяли ватумный постобычный, вот эту стандартную процедуру напыления пленок и электронной микроскопии пленок подложки. Ну, и напылили такую же пленочку. Но только, если мы пылим в высоком ватуме, то полет частиц бесстолкновительный. Они летят до подложки и встречаются только там, образуя уже аморфную беру. Если же немножко напустить гелия, то тогда, ну, так же, как в толпе, люди, бегущие по пустой площади, не могут натыкаться друг на друга. А если там еще масса других каких-то людей, то они могут там встретиться. Так же вот встречаются эти атомы укрерода, когда есть гелий. Гелий сам будет выбран не случайно, он аморфный, он не реагирует, не пристает никаким образом, так сказать, к этим атомам укрерода. Но сами атомы укрерода образуют кластеры. То есть вот эти самые наночастицы. Эти наночастицы на какую-то пленочку, подложку прозрачную, которые понесены, мы выследуем спектр. И оказалось, что он не похож ни на спектр никаких видов углерода, но и не похож, и не на спектр тот, который взвезла в туманность. И они написали этот 82-й год, они написали статью о принципиальной возможности моделирования космических периодов. Ну, не попадать же эти перемены, то есть локонать его они не смогли. На этом дело все закончилось, но не одни они занимались астрофизией. Вот, значит, сэр Монсталков получил Нобелевскую премию, но это чуть лучше, Горой, как Молтер Кроттелл занимался, тем же вопросом исследования этой космической пыли. И на семинаре, где этот вопрос возник, был сотрудник Рейс-Универсии Роберт Керр, и он, поскольку он хорошо знал эту речь о письмоле, сказал, что работа речи о письмоле, есть установка, он специально занимается изучением кластеров различных совершенно веществ. И надо бы вот посмотреть, какие же классные углерод на самом деле образуют. Видимо, они получили какой-то грант, и в 1985 году Горой приехал в Небел, и, значит, в Рейс-Универсии у Смолли был поставлен вот этот знаменитый эксперимент. У Смолли прибор был устроен так, значит, ну, он эти кластеры исследовал, взвешивал, можно так сказать, в кавычках, с помощью массоспектрометра. Массоспектрометра, я не буду очень подробно описывать устройство массоспектрометра, но если вопрос возникнет, то сказать мне трудно. Это времяпролетная у нас спектрометра. То есть просто частицы получают одинаковый импульс, но так как масса у них разная, они летят с разной скоростью. И времяпролета фиксируется, но причем приборы изощрены сейчас настолько, ну, там стоит для фиксировки рефлекционного зеркала специально и так далее. Они, в общем, различают изотону. То есть разница в массе на один протонный нейтрон уже пишется как индивидуальное линию этого прибора. Но такие приборы не только усморили были, а вот его заслуга, и заслуга, видимо, первых, которые начинали эти работы, в том, что они сделали генератор классовым. Сами классовыми. Само вещество испаряется с помощью лазера, но в тот момент, когда стреляет лазер, открывается маленькая заслоночка, и сверхзвуковой поток гелий попадает в эту камеру. И, как я уже говорил, значит, поток атомов испаренного вещества из-за столкновительного в столкновительный переходит. И в зависимости от соотношения времени пребывания вот в этом, ну, или времени открытия источника гелия, можно выращивать кластеры разного спектрального состава. Мелкие, крупнее, 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 и довольно крупные. Вот. Эти исследования происходили совершенно независимо от астрофизики, независимо от углеродных материалов. Просто известно, что если напылять пленки, а это в электронике, это сбор жилья, то структура их очень сильно зависит от того, как на подложку атомы прилетят. Индивидуально, или двоешек, или троешек, или еще как-то. И когда стали изучать эти кластеры, выяснилось, что для всех веществ свои магические числа, то есть у одного там устойчивые троешки, семерки, там какие-нибудь одиннадцати, а именем устойчивые другие. То есть, все равно, это не просто снипшиеся атомы, это все равно какие-то структурки с поверхностной энергией, с внутренней энергией, которые имеют разную устойчивость. Вот они поставили кусок графита, и на этой готовой установке начали исследовать. Я читал немножко тех времен, которые были в этом событии, говорят, что там все они сидели и беседовали, а аспирант или студент там сидел, и нажимал кнопку на этом приборе, и снимал спектр, меняя потихоньку состав. И в какой-то момент он получил спектр, где стало ясно, что год в 60-е, но это еще вот не тот самый спектр, откуда открыли уверения. В общем, он дофокусировался до того, что выросли почти только С60 и С70, то есть 720 или 740-ая масса. Ну, если это не 12 на 1-е, то у вас получится 60 и 70. Ну, они задумывались, какую бы форму мог иметь этот кластер. Были какие-то высказаны предположения о том, что может быть ациферическая какая-то часть стечка, но за те две недели, которые они занимались этим экспериментом совместным, до конца они не додумывались. И вот они разъехались, и тайкон друг от друга, крота и смоли, додумавшись до того, какая структура, разные фургналы поставили, ну, это просто, например, структуру предполагаемую. Причем крота, он как-то сразу футбольный мяч. Вот как футбольный мяч устроен? Там пятиугольники черненькие, и вокруг пятиугольники беленькие. И он позвонил своему другу математику, тот говорит, ну, правило, теорема Эйлера, если вы исправили шестиугольников, хотите создать замкнутую структуру, минимум двенадцать пятиугольников с такой же стороны, правоносторонных, надо туда подбросить. Тогда все это замкнулось. И он назвал футболеном эту структуру, а, значит, Ричард Смолин, он когда-то учился у великого ученого Бакминстера Фуллера. И Бризнер, и Бризнер, он и вот занимался, Фуллер занимался всем, он и геометрией, и сенопетикой занимался, и архитектурой, и он в архитектуре был Бризнер. Он в архитектуре придумал очень простую вещь, геодезический купол. То есть, грубо говоря, если вы нарубаете уголок, в один и тот же размер, вырываете из него шестиугольники, пятиугольники, потом их соединяете, то вы можете создать купол. Меняется отношение шестиугольников и пятиугольников, всякие вытянутые, ну, какие угодно, где-то, если пятиугольников, пола можно устроить. Он запатентовал это изобретение свое, и павильон Америка на выставке Монреаль в 1967 году был именно вот в такой системе. Ну, там, конечно, еще треугольники были, распорки внутри всех этих структур, потому что шар был огромный, и он большее число этих пивот, как бы, включает. Но основа была такая. И Ричард Смолин когда-то и слушал лекции этого Фуллера, и был в этом павильоне, а Фуллер только что где-то за год, вот перед этим, в возрасте далеко, по-моему, за 80, скончался. И вот в честь учителя он назвал это бакансов-фуллерин. Впоследствии, когда выяснилось, что не только 60 и 70, но и масса других образуется у природных структур, все эсферические структуры стали называть фуллерином, а С60 бакминский фуллерином или бакетолем. И стали называть научные хроники. бакминский фуллерином. Вот. Ну и Ричард Смолин, как только они получили в 85-м году вот эти масс-спектры, они пытались наработать вещество. Они же поняли, что они имеют дело с веществом, с новым, с каким-то, но надо же его бы в руки взять. Кто-то пишет, что у них в лаборатории стало похоже на посадочную площадку, тогда это в журнале сказано, потому что они, ну, по интервью с сотрудниками, потому что они пытались испарить лазером как можно больше углерода и собрать вот эти вот частицы. Но у них тогда ничего не получилось, тем не менее Ричард Смолин успешно дальше занимался химией, стреляя одновременно по углероду и по металлу, он даже сумел сделать ну, что химика в птичьей клетке он поймал атом. Ну, я не помню, какого-то редко-земельного момента, может быть, первая платина, не буду точно сейчас, сейчас точно не помню, можно посмотреть вот это. Но уже он начал заниматься химией, как бы, не имея в руках вещества, а только имея в руках единичные вот молекулы взвешены на спектроле. Форма до сих пор была, она совесть тем, кто ее, так сказать, нарисовал, потому что никто этого не видел. и вот в девяностом году опять же Хафман и Кречна поняли, что вот та сажа, которую они получали, наверняка, тоже содержит этот фоллерен, только ее много, ее можно в руки взять, они, поставили на старую установку, получили от этой сажи побольше, вот, потом вот при дуговом синтезе получается такая пушистая, пушистая сажа. А сжигали они вот такие вот стерженьки, которые используют для спектрального анализа. Это чистейший углерод. Можете смотреть, насколько она легкая, эта сажа. Вот. Эту сажу они бросили в бензол и, на удивление, обнаружили, что получился у них вот такой вот черпичного цвета растворчик. Это вот действительно самый натуральный экстракт фоллерена в растворе тулу. Но с этого момента и началось массовое такое исследование и изучение фоллерена. То есть фоллерен химического вещества дали в руки ученых Хапа и Крыльджа. Ну, это был девяностый год. В девяностый первом году наш ушедший в бизнес химик, что тогда было весьма распространено, что приходилось ученому говорить ну как чтобы заработать. Химикам было проще. Они зарабатывают тем, что синтезировали какие-нибудь закомыристые редкостные химические соединения, ну и продавали их, допустим, той же фирмы МАК, которая так будет реактивной. Вот сначала некое малое предприятие, а потом уже Далхинфирму создал Александр Сотрудник института химии. И он как только стало ясно, что делают фуллерен, он заказал установочку вот такую это вот чистая макета цилиндра водой один электрод это вот эта вот палочка графитная а второй электрод там точно такая графитная пуговица на конце трубки охлаждаемой водой и стенки цилиндра охлаждается водой все это не в огне а в гелии ну где-то в 50 атмосферах примерно технической есть так в Паскальх я в офисе представляю вот это атмосферное давление 20 гелия на почве и сажа которая садится на стенке содержит до 12 процентов С60 ну и кучу других фуллеренов и натруб и все на самом деле вот была сделана совершенно такая же схематическая установочка один цилиндр один стержень один значит подвижный электрод катод который сжигает этот анон стержень и там в этой саже содержалось всего фуллерена и 60 и 70 полный набор и натруб в том числе и он попросил Лопатина Михаила Александровича нашего научного сотрудника ингран выделить ну и наработать ему фуллерен вот первые граммы фуллерена когда они стоили еще около тысячи долларов за граммы сделал Михаил Александрович Лопатину и значит передал в это Дребич Александр Дребич Александр Дребич у него сейчас процветает вот его фирма Донхима но фуллерена он как-то быстро хорошо то есть вот первый антритис наверное Миша синтезировал он оправдал все затраты но дальше он решил что реактив вряд ли будет так сильно востребован и заказ с ним но тогда наши сотрудники вот Карнатьевич Владимир Владимирович справа такого помощнее и Александр Иванович Кирилл которого нет уже к сожалению уже с нами они решили подхватить с нами значит попробовали сначала примитивные установочки получилось а потом значит ну сюда я неносит а потом ну я заметил что чем-то они занимаются это в моей лаборатории вообще-то было подключился к этим расследованиям и мы значит сконструировали первую вот такую вот установку на которой она была конечно не рассчитана под автоматизацию потому что для нас это было то никто в нас не вкладывал на копейки все это было сделано на коленке можно сказать договаривались с моими мастерскими но в этой машине да вместо автоматики управляемый голосом биоробот был приставлен наш так сказать сотрудник из мастерских и он вот здесь все было очень просто удалось решить совершенно просто подачу массы стержень вот здесь стеклянный цилиндр слева в нем видно просто эти стержни и специальной палкой протыкалки можно было стержень за стержнем в зажим подавать а справа вот тот самый электрод катодный который вводит взад-вперед охлаждается водой и сжигает эти стержни ну и было удалось придумать что внутри там как бы если зреющего продолжить эти цилиндры там тоже охлажденный водой цилиндры но он поворотен вот справа внизу патент наш как раз там внутренне с этой установкой изображена 11 цилиндров поворачивается и сразу можно сбрасывать и взводить следующий стержень то есть вместо того чтобы сжечь всего один стержень и страчить массу кислорода то есть это гелия страшным образом загрязнить масло вакуумного насоса которым предварительно надо все это откачивать вся эта нагрузка в 80 раз сразу же снизилась вот введение внутренней установки это конечно не пара крупная установка но цена фуллиерен после этого рухнуло тут вот скидом на грани то есть у нас тоже было типа малое предприятие скидом очень очень усилий по очистке фуллиерена здесь сотрудники института Чечи Юра Кор и Саша Кирилов приложили очень большие усилия и наш фуллиерен был в общем самой чистой книге и научились делать благодаря лопате но у нас Михаил Александрович не только 60-е числи но и 70-е вот в 70-е числи мало кто может сделать ну после этого мы дошли я все время говорю что я род бизнесменов наших хочу подчеркнуть международных вот есть такой Евгений Роснецов клиника семейного курача у него у него директор ряда компаний БОПФА он уже 20 лет как без возмездно можно сказать пока без всякого особого успеха пока вкладывается в развитие лекарственных препаратов на основе введения потому что сразу же возникла мысль вот эти наночастицы они вредные полезные как это к обновению ну и вот мы за эти примерно с 90-го года ну наверное до 2004-05 разработали около 6 поколений установок которые все более хорошие более автоматизированные ну и вот эти вот установки где загружается два килограмма угольных стержней но уже не вот таких а напильных из чистого графита на фрезу нарезанных чтобы просто сечения было больше и полную дешевле стержень вот вот и вот таких установок уже при финансировании Владимир Владимировича было сделано 10 штук и сейчас Шкаловский цех работает по производству кулерена но пока она работает по 0,1 силы наверное производят полкилограмма полкилограмма кулерена и между прочим вот на протяжении многих лет в 2006-й первой установке наш так сказать нижегородский кулерен составлял примерно 1-3 мировой потребности потому что она шла в науку не думайте что мы сильно подпечались на это меня с вами длили потому что работа грязная тяжелая очень много расходов других всяческих ну и я вот остался на институте я сейчас практически только номинально так сказать самписан что когда меня сделают там не работа хотя подвергнут контакты и приглашают консультироваться когда можно вот но я продолжал работать над этими установками значит вот с этими установками есть один момент когда сгорают стержни больше любую часть переходит в который нарост которым нам пробки есть но проверены там нет так вот значит если вы помните в первой установке там массивный катод и на нем вырастает катодный нарост то здесь стержень в стержень вот такие инвестируются вот это видно как горит дуга в и вот и покажу что мы придумаем дуга реверсируется и достаточно часто переключается и тогда сгорает оба электрода нет которые на роста, ну, во всяком случае, его соотношение примерно такое, из нецелевого продукта, но это установка, пока она куда-нибудь упринала, но это только полдела, значит, дальше надо вот эту сажу, которую вам показалось, злосы, или сакслед. Сакслед – это что-то вроде самогонного аппарата, но у которого, вот этот самый, холодильник обращен внутрь, то есть вы внизу кипятите туловую, в середине там чашка, спереди вот видна душка такая, это сифон, когда чашка полностью заполняется, сифон переливает распор фуллерена в нижнюю часть сакследа, там выкипячивается чистый тулов, и этот дистиллированный тулов снова занимается в эту чашку. И так вот, как если бы вы пакетик с чаем, так же вот пакет с этой сажей, в фильтрованку завернутый, промываете и промываете все время чистым, кипятком, если чай-то у вас постепенно вы вымываете все из этого пакета. Так же вот этот тулов все вымывает из этой верхней чашки, и весь фуллерен, который был, саживает, он весь оказывается на дне этого сакследа. Ну это вот раствор, который я вам показал, вот это вот такой насыщенный раствор получается. Но дальше надо отделить шестидесятый фуллерен. Шестидесятый отбежает, пропуская через хроматографическую колонну на полную определенном сорвенту, вот этот коричневый раствор. Очень красивый опыт, когда вы заливаете вот эту колонну, насыщенный очень, раствор вытекает сначала в чистый сверхранный аспиронный поле, потом через несколько лет начинает выходить вот такой вот сиреневый раствор. Вот это раствор чистого, пусть все посмотрят, это настоящий фуллерен в поле С-60. А потом справа уже вот ротовый испаритель, колба в маслом таком подогревателе вращается, отгоняется ПВО, и в результате всех этих действий образуются вот такие вот кристаллы, похожие на оборганизовку по цвету и по виду. Вот это вот С-60, чистый С-60. Теперь, значит, это вот к вопросу синдром поведения. Ну, дальше несколько слов «развозь». Я скажу, я попробую на сколько уже задать. Да? Хорошо. Тогда, значит, надо несколько успехов. Вот дальше я хотел сказать, что на самом деле, это вот фуллерен, растворимые производные фуллерена обладают биологической активностью. И у нас в городе, вот, Руснецов, его трудник, Анастасов, сотрудник с нашей института, Руснецов, я уже говорил, директор ЕОПО и Санкт-Петербург, они создали препарат. Ну, Руснецов одновременно является, как бы, руководителем этого фуллерена Санкт-Петербурга. Создали препарат фуллерир, облораскваримую форму фуллерена, который активен против вирусов, против ВИЧ-инфекции. И сейчас он проходит клинические испытания. Кроме того, появились сообщения очень любопытные, что фуллерент, ну, чтобы сделать его биодоступным, его либо в воде надо растворить, либо в жирах. Вот в оливковом, например, масле фуллерент растворяется. Сладенько, но растворяется. Что-то около 1, ну, 0,8 грамма на литр. Французские ученые проделали очень такой интересный опыт. Они пытались крысок лабораторных отравить, отравили пленян. Ну, проверить, насколько пленян токсичен. И был проделан следующее. Группу из шести крыс кормили обычным крысином кормом. Группу из шести крыс поели оливковым маслом. И еще группу из шести крыс поели раствором фмерения оливковым маслом. Начали их поить с 10-ти месячного возраста, когда завелся, они достали. И дальше следили, когда они крыски из первой группы вымерли все за 22 месяца. Примерно два года крысы у них. Значит, те, которые получали оливковое масло, примерно прожили до 20-ти, то есть до 26-ти месяцев. А те, которые получали Ростов и Ирена, прожили и жизнь в 14-ти месяцев. При этом от 36-ти до 44-ти месяцев. При этом вот эти авторы этой статьи, они говорят, что они боялись даже публиковать эти результаты, потому что, ну, очень уж далеко идущие выводы можно сделать. Но они вот с осторожностью все-таки эти результаты опубликовали. Они показали, что крысы, которые получают препарат калурена, не подвергнуты отравлению. Там они отравили их какими-то страшными печёночными ядами, потом забивали, следовали крючонку. Те крысы, которые получали, люди в печенках чистые оставались. Они выжили, а те, кто не получал калурену, ну, здесь из шести, из-за исключения, ну, это все крысы. Просто, ну, сразу радость горит. Ну, вот, как сказать, самые популярные сведения биометической активности. Дальше я хотел оставить несколько минут ещё на второй материал. Я уже, видимо, не дойду до карбина и графена, но про нанотрух я немножко расскажу. Ну, графен, это понятно, это один листочек. Графитовым за его открытие получили Нобелевскую премию Косты Милосовых и Андрей Гейм, наши, но работающие за границей учёными, и они как-то постоянно, ну, всё время позиционировали себя учёным миром. Не Российский. Ну, может. Так вот, если свернуть такой листок в трубочку, то и получится то, что называют нанотрубкой. И обычно вот эти нанотрубки концы закрыты. Что я хотел сказать. Считается открывателем нанотрубки Синьо и Джима, поскольку он имел уже тогда самый хороший, наверное, в ней электронный микроскоп фирмы Джо, и рассматривал вот эту сажу, состав сажи, которая содержит и фуллерена, и нанотрубки. И нашёл там объекты, которые соответствуют диаметру фуллерена, линейные объекты с полуэтнутри. Но, следовательно сказать, что потом вскоре оказалось, что, конечно же, одностенные вот эти нанотрубки синтезировать трудно, а вот трубки, которые одна в другой, ну, сейчас можете я просто... Вот, когда одна в другой, в третьей, или вот так вот свёрнут, и креофен вернется, они синтезируются значительно легче. И вот на рынке всё, что сейчас вводят, там, наноасфальте, нанотбетон, это вот такие многостенные трубки. Так вот, я хочу сказать, что на самом деле первые такие трубки открыли наши учёные Ира Пушкевича и Пьяновича в 1952 году. И написали об этом. И в этой самой своей статье они прямо написали, что первые наблюдения, сделанные они, показали, что до настоящего времени никем не описаны по этому структуру наблюдания. Вот, это вот трубочки, это из их статьи 52-го года для кромной микроскопии не могла быть, тогда индивидуально готовые слои. Но то, что каталитические железные частицы приводят к росту многозненных нанотруб, они это сказали, показали, где они, например, трубки. Всё это было описано, но эта работа не имела продолжения. Это вот наша работа, тоже нанотрубки. И это прямо, как сказать, ну, я уже буду искать это из книжки. Вот эта книжка. Это из моей главы картинка про чехлы, которые мы выращивали, как бы, нетеридные кристаллы Германии, но они, вот тогда я заметил, что они внутри таких трубочек расположены. Сейчас как раз очень интересуются с такими новыми стежками, новыми проводками, а растут они вот в таких вот оболочках. Ну и сейчас в нашей лаборатории мы занимаемся разработкой методов синтеза нанотрубок. Ну, методов синтеза тут вот много. Это руковой, термический, пучковый, пиролиз углебодородок. Самый простой — это пиролиз углебодородок. Это все тоже старый долгий. Туло запускается через боботер, просто аргон булькает через колбочку с тулом, пары головы идут в трубу, в клару свою в этой трубе, впереди лежит лобочек с ферроцемом. Ферроцем — это соединение двадцати членов кольца и в середине — это железо. Летучая и легко впадающая, создающаяся частицы в железо соединения. Ферроцем проходит, вернее, вся вот эта снесть — паре тумола, аргон, паре ферроцена — проходит в следующую зону, где уже температура восемьсот восемьсот пятьдесят градусов, и там настенка вырастает нано-друге. Этими работами уже проводят объекты Анатолия Михайловича Викторовича на участие сотрудников нашего института. Вот она вот в этой самой таком-не смесловатой установке, но на которой уже много всяких программ выполнено и продолжаем участие работы. Вот там вырастают внутри этой установки как индивидуальные трубы, так и такие цилиндрические образования. Вот если кто хочет поддержать материал, состоящий только из нанотрубов, то он вот такой не сжимательный, только сильный, не равен. Это цилиндр. Это чисто нанотрубочный материал. Он устроен, как если бы на край колодца клали, вот так вот, круглого колодца, вот так вот, хвост, скажем. Получилась такая труба из этого хвоста. Вот так вот выгодный цилиндр. Вот это в электронном микроскопе стенка этого цилинда. Видно, очень непонятно, на самом деле, вот эти крупные как бы образования, которые, честно сказать, вот можно невооруженным глазом увидеть, если взять разломные цилинды. У кого глаза хорошие, тот увидит, что как бы поперёк... Ну, это вот можно и сломать. Поперёк как бы идут такие стерженьки. Но это не значит, что ваши глаза видят наночастицы. А это значит, что нанотрубки организуются в такие пряди, как нитки. Это похоже очень на нитки, из которых настибалки придут. То есть вот это нанотрубки. А вот нитки видно, от тех же трубок не видно, а признаком того, что они есть, вот такая вот структура. Ну, мы сейчас... Зачем эти нанотрубки применяем, особенно вот такой цилиндр? Это попытка сделать... Материал... Ну, прежде всего, конечно, самое простое, это вот этот цилиндр. Взять и сделать из него фильтр. Я вот взял и сделал такой фильтр. Вот внутри зажат этот цилиндр, и сквозь него, ну, с очень небольшой скоростью, можно фильтровать различные жидкости. Но это техническое устройство, так сказать. А изучение химии, работы этого фильтра, это ещё предстоит. Это просто вот всё сделано. Но это сделано всё примитивно, всё в лаборатории, можно сказать, своими руками, всё такое. Это можно разобрать, и здесь вы увидите вот точно такой цилиндр, который я вам показал. А можно попробовать, как какой-то каталитический или сенсорный элемент применить. И сейчас вот очень модно, как говорится, ну, это действительно нужно, разработка различных композиционных материалов, когда эти нам трубки вводятся в различные композиции. Ну, например, можно просто их металл даже при порошковой металлургии вводить эти нам трубки, спрессовать, и они будут армировать эту систему и менять её свойства. Здесь вот просто нам трубочки, покрыты наночастицами ремня, в данном случае. То есть эти частицы совсем уже маленькие, они действительно по 10-15 нанометров, и вот здесь, если вы предводитесь хорошо, слева, немножко на следующий лучше, вот на это ещё лучше. Вот то, что вы видите, это атомные плоскости графита, вот в верхней части, а на них частицы линии. Размерности видно 5 нанометров, в масштабе здесь на картине. И, ну, вот это снимки сделаны у нас в городе, это снято на просвечивающей электронные микроскопе Лайбра, или Либра, я не знаю как правильно, немецкие, как цельские фигуры, в институте физики, микроструктуры, гусенин, и татарских, для нас сделаны с ними. Ну, и ещё, я просто, вот, уже в презентацию не сниму, такой же микроскоп Джоуовский, японский, атомного разрешения, стоит в центре, мне тоже хочется сказать про наших, нижнегородских исследователей, это в университете, и там руководители этого центра, значит, Павлов Дмитрия Алексеевича, там тоже замечательные совершенно лаборатории, где стоят, штук шестнадцать, наверное, зондовых микроскопов, часть из них, которых может работать на атомном разрешении, и просвечивающий виртонный микроскоп фирме Джоу, который тоже даёт атомное разрешение, более того, значит, у них есть ещё система, которую поперечник, мы же одно называем микроскопистом, которая позволяет залить исследованный материал в, ну, срок тип эпоксидки, порезать, как и колбасы, ломтиками, и потом уторшить до размеров нескольких нанометров с помощью бомбардировки ионами аргона, и получить те же нанотрубки, вот, я говорю, даже решение не привёл эту картинку, а они, как колбаса, нарезаны поперёк, и там эти кружочки, кружочки тоже селены, атомные плоскости. Вот на таких объектах уже можно изучать взаимодействие тех же частиц железы или частиц, которые снаружи с углеродным натурским стадом. Ну, вот здесь тоже, видите, углеродные эти нанитрубки, но обработанные серной кислотой, интеркалированные, вот справа, видно, что атомные расстояния тут существенно больше получается, чем обычные углеродные нанитрубки. Как они растут, эти нанитрубки? То есть, ну, тут масса всего, в частности, вот недавно совершенно появилась, что если раньше исследователи считали, жидкая частица железа, которая каталитически является, то здесь вот видно, как вылезает постепенно путем диффузии и ствердой частицы карбидожелеза вылезает вот такая трубочка. Ну, здесь сравнительные характеристики прочестные. Зачем эти нанитрубки еще нужны? Один из вариантов применения это их прядут. их прядут прямо как баранья шерсть. Буквально в установке выращиваются тонкие нанотрубки, а дальше мотовились такой, моторчик его крутит, и из этого массива побирают эту нитку. Есть даже статьи, называемые «прядомность нанотрубок в зависимости от условий получения». И вот эти нити обладают не такой прочностью, как индивидуальная, потому что там, конечно, есть и дефекты в них, и смещение, и все, но, тем не менее, очень высокую прочность. Ну, японцы, я уже говорю, об этом не лез, потому что область безграничная, они выращивают в печах шириной где-то метра на шесть, наверное, на подложках на стене нанотрубки, вводят их в алюминий, и этот материал получается по прочности приближающейся к стали, а по весу легче алюминий, потому что в природе легче. Вот. Есть последние, вот буквально, это где-то вчера или позавчера я выглянул из интернета, вырастили прослойки графен медь, графен медь, тем же chemical vapor deposition с EVD методом из паровой фазы органических соединений, и этот материал оказался в пятьсот раз по своим характеристикам, но это не безграмотно, я конечно говорю, потому что надо говорить, какой модуль или что изменилось, но как в статье, так я и говорил, в пятьсот раз выше механические прочности свойства, то есть вот что интересно, я как бы плавно на графен перешел от труба, углерод он очень мягкий материал, алмаз очень твердый материал, но графит сам, вот сетка одна, выбранная сетка графита, она чрезвычайно иначе говорят, что если на карандаш поставить слона, если бы это можно было, то только вот такой нагрузкой можно было бы проткнуть эту вот отдельную графеновую сетку, если бы ее вот так растянуть, как-то и закрепить, можно было бы. но эти сетки связаны плохо друг с другом, поэтому если даже двухслойные или трехслойные графены мы получим, то там происходит скольжение слоя по слою, и этот материал мук, рандаши пишет и все. А вот отдельную графенную структуру получить, ну новостолов и кейм решили это просто, они от хорошо монтированного граффити скотча оторвали просто на просто этот листочек и мы растворили клей, а это самая пластиночка всплыла, причем как бы они сами придумали это, это вот отрыв скотча, это очистка поверхности граффита принятая у зондовых микроскопистов, то есть понимаете насколько все взаимосвязано здесь, то есть развиваются методы исследования, придумывают какие-то приемы и вдруг что-то из этих приемов оказывается настолько можно использовать в других целях и совершенно революционных каких-то целей. Ну вот сделали граффити. граффити причем я и слайд не убивал граффити потрясающий тем, что оказывается один слой граффити вот одну вот эту оксагональную сетку, если она лежит на подложечке на скажем кремл глазом длинная, ну если она достаточно крупная, то невооруженная. если там несколько микронтов микроскоп, но в оптический микроскоп, потому что поглощение в одном слое два процента, туда два процента, обратно два процента, четыре процента. глаз разрычает и оказывается вот лежит один слой граффити, два слоя и три слоя и видно все это как ступеньки. И кейс фотографии уже когда показано, что в оптике это видно и атомно-силовой микроскоп рисует ступеньку высотой в этих местах. То есть все чудо. Но применение граффити есть великолепные лекции в интернете «Польский Морозел». Он приезжал в свой родильный Фестер и там читал и там он все рассказал. Там много именно электронных свойств. Потому что граффиты открыли, пытаясь сделать суперпростые транзисторы и думали, что вот есть один слой металл как-то восполагить. Но металл не удается, потому что металл надо нагулять, а при температуре эти атомы забираются один на другой и растет кристаллик объем. А здесь, как Новоселов сказал, мы природу обманули. Кристалл уже вырос, и он холодный, от него полярный слой и этот слой не свернулся. Ну ладно, можно рассказывать еще и про ну в чем мы собственно опускаем. Вот еще хотя бы пару слов про карбин, потому что я даже не хотел говорить, но оказалось буквально вот сейчас на интернете выросла сообщение, что посчитаю теоретикой, что если нитевидный углерод еще сделать, не пластинчный, а нитки из углерода, то еще прочнее материал можно получить. Вот этот карбин, он был открыт нашим исследованием, Сергею Михайловичу Сладкову, не полученных дипломов, открытия, я не знаю, ниже какой был, но это 78 73 73 73 вот но тогда не признали открытия, а это вот что такое, это цепочки, ведь углерод 4 валентуса, поэтому значит, то вот в алмазе у него во все стороны связи, а здесь цепочечку и может быть цепочки одна, три, одна, или две, дверь, 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 вот и вот такую природу они открыли, но тогда это открытие не было признано, они были признаны по простой, наверное, причине, потому что на конце этих цепочек должно что-то сидеть, и они назвали, ну, водорода тот же самый, вроде как это углеводорода, но просто с гигантской центральной частью, но так же можно сказать про графику, потому что, конечно же, не болтаются свободные связи с графиками, конечно, там все это насыщено, и то же самое можно сказать про древние скамена на алмазы, вот недавно мы их исследовали, и это вот если вы хотите подержать в руках алмазы, то пожалуйста, там тоже они очень сильно на водороже, ну, кстати, для водородной энергетики сейчас пытаются использовать какие-то свойства как-то ну, и теперь, значит, можно сказать, что если раньше мы знаем, что у нас углерод это сажа, графита, алмаз, то теперь у того же Сладкова была построена следующая схема, карбина, это цепочки, значит, если цепочку свернуть, циркулент получается, значит, если сложить рядом эти цепочки, они перестроятся в хексагональную структуру, это графит со своей двойной гибридизацией, если одну ленточку графит свернуть, тугулены, или как мы теперь называем это, нанотрубки, и тут же фуверены, их нанотруб можно как бы свернуть, тогда не получится. Удивительно, что практически все эти вещи в электронном микроскопе нашли, взглядели, как вещества их не выделили, но как единичные, так сказать, объекты, они известны, и, так сказать, теории тут, видимо, все справедливо. вот это вот графина 50-й кремен 2010-го года. Видите, как раз у него как-то очень быстрый кремен не дается. Хулерен, 85-й год открытия 96-й мобильевской кремен, а графин, по-моему, вот эти 2001-м, тоже, в общем, очень быстро все дало. Ну, это вот я вам уже говорил, ну, вот вот я вам показываю. Есть еще одна, это расширенный графит, который показывал фильтр из терморасширенного графита. Вот у нас в лаборатории они тоже занимаются, и, вводя терморасширенный графит пластмасс, получили вот негоючий торопленный бетон. ну, и даже с такими вещами, как бетон, только что была работа, кажется, совершенно бы собачьим ввести там тысячные процента от веса цемента нанотрубов в состав бетона, а на его характеристики улучшаются. Конечно же, это не армирование этого бетона нанотрубов, а это влияние вот этих затравочек, которые мы вводим, бетон, это же кристаллизуется в этой цементной камере, и вот эти затравки меняют его структуру, изменяют свойства, особенно морозовские улучшаются сильно так что не все, что про нанот, это неправда. На самом деле работа очень что-то бетон и хотя есть спекуляция, но есть много совершенно честного сегодня. Наверное, я вас преподавал уже. Спасибо за то, что слушали, немножко какие-то вопросы. То есть в технику пока не пошло. Ну, все на самом, на краю, как говорится, вот-вот-вот-вот. Почему? В медицину хулирент большой, в технику пока нет. Трубки пошли, если вы должны это на испытаниях. Ну, говорят же, что для того, чтобы внедрить что-то, минимум 20 лет надо в медицине, потому что там очень большие барьеры всяческие. И конкуренты того, и все на свете. В шестинскому надо доказывать, что это внедрено. Но насколько я понимаю, сейчас это клинические испытания публиковали. дали сроки Николаевны статьи, шармаковые брюки хорошие, опубликовали, она в нужной роли. Я знаю, их опубликовано, нормальность совершенно. И насколько я знаю, сейчас идут как экономические испытания. сам я когда узнал про этих крыс, которые делят в медицине, не вредный я створил. И вот год назад потихоньку пока я не видел, а как стало лучше, я не уверен. Но может было сильно хуже. Во всяком случае, что хуже мы стали, то что на себе я и не вправо, но воспринимаем простой. Извините, пожалуйста, продолжение этой темы. Мы хотим задать вопрос. с Биологией биологии у нас очень интересная лекция. Извините, мы их опоздали чуть-чуть. У нас такой вопрос. Как биологов нас интересует вредность вообще нано материалах? Мы когда учились в институте на курсах нано биомедицины, нам говорили, что сейчас еще неизвестно о вредности. нано нано частицы они и фосметических инфарктов, доставки красных препаратов сейчас широко используются. и насколько это время для живого? Вопрос не совсем ко мне. Ну вот с Кулереном, вроде бы я рассказал нано трубке, ну, пожалуй, хуже объекта, потому что как любой полевой объект они в больших концентрациях могут видимо застаиваться, как-то и служить основой для перерождения тканей, но я говорю, я тут абсолютно не специалисты. вопрос на канале. Но есть и другое мнение, что на самом деле какое-то количество нано-частиц мы глотаем всю нашу жизнь, весь наш воздух, а не за этими летающими в атмосфере нано-частицами и какие-то защитные у организма барьеры, очевидно, на эту тему все-таки существуют. Поэтому с одной стороны остерегаться надо, с другой стороны не настолько страшно. но вот сколько мы проглотили этой фамилиеновой сажей, начиная где-то с 90-х годов, вы не представляете насколько черным это работает, потому что окно у вас три установки вы их вскрываете, там гель, это все вылетает. Мы придумали, что надо запустить воздух, дать постоять несколько часов, потом только разгружать, когда летят меньше, но беда вся в том, что вы получили сажу, а там который наросят, полно, присеете на этот полный враг, сеять эту сажу, в какой помешок вы ни закладывали, то все равно рано или после его откроете, и где-то это вылетит. Ну и естественно, вот на производстве, там человек, специальная комната для работы с этой филиарной сажей, в первые выпуски, там ободевались капанды, там все это делали, но неужели гель, еще немного полетов? Конечно, хлеб полетов, конечно, но, я думаю, что так же, как с активностью когда-то, это не сразу, кто-то может поплатиться. Ясно, спасибо большое. Друзья, я опоздала, правда, сильно, но можно не очень приобычном оборудовании вещества получаются? Вы понимаете, в чем дело? По-моему, китайцы, по-моему, сжигают нашим филереном, но... Ну, конечно, в плане свечи, но дело все в общем, что филерен, на самом деле, хотя он и кажется с таким энергией, но это довольно активный энергией, он окисляет, он тимилизует, он искупает в сентябре. Да, это в природе вот так манеровано. Есть мнение, что вот в Шунгите есть, но я был очень доточен на второй 90-е годы конференции по природу материалов, и так, ну, в Шунгите там на хорошем он героскопе все это посмотрел. Действительно есть углерод, действительно есть основания считать, что абсордируют врачом, ну, потому что какая-нибудь полушка фильтрует через углерод, врачом почище получить, то есть любое которое усилировано, то есть возможность получить сенсор за 5 вредные вещества. но фуллирен как это как целебные свойства вот вот объясняют шунгитом. Шунгитом да, но не фуллиреном. Но насчет фуллиренов большие сомнения. Ну, вот последнее, что я по шунгитам нашел в интернете написано, ну, как в том моменте, кирпич может вытать? Ну, может, как не может, а генерал сказал, что может вытать. Ну, извините, вот шунгит, ну, может быть, не очень может, но очень шунгит. Я не видел работы штуга, структуры, а потом оказывается в петровские времена. Ну, конечно, так нет, это действует, не действует, это вопрос, конечно, и многие вещи, даже вот и про дамазскую сталь говорит, коварик, действует, а почему? И шунгит, конечно, действует, конечно, действует, никаких вопросов нет, весь генеральный монстр, это обеспечивает. Но объяснятие это не именно тем, что вот там флерен, я просто помню ситуацию, мы сидим там, этот флерен синтезируем, чтобы можно что-то приработать, вдруг же новое здание говорит, все, ребята, конец вашего бизнеса, тут флерен копает этим самым… фикс-калакаром. фикс-калакаром. да, вот сказали, что вот открыто здравоохранение шунгита, нечего флерен, все. ну, когда я помню, шунгит, я и сказал, я себе лопату, выйди на крыльцо, копни вот землю, поищи там золото, там, сколько же найдешь, сколько флеренов фил. Знаете, уж, наверное, несколько карт. т.к. та Barnes улья, но вообще выпадает интерес access и если то есть, сейчас мы ответим на Как-то геометр, архитетр он ассоциировался там, но работал он с химиками, как я помню, то есть, скорее всего, всё будет. Думаю, есть такой универсальность, значит физики. Это можно посмотреть, если есть доступ в интернете, вот эти вопросы решаются. То есть вот это действие, это реальный раствор на печени, это может быть связано с теоретически вот этим абсормирующим человеком? Ну конечно, что понимаете, я говорю. Вот здесь у меня есть презентация Ольги Николаевны Сумовы, ещё начаться. Ну, я не скажу, конечно, но там как раз про психические свойства водных сварений, производных фуллеренов, про их антиоксидантные свойства, про то, что их симметрия, вот эта ветерная, она соответствует. Понимаете, вот эта симметрия пятого порядка, которую русский ученик касается, она симметрия живого. Когда-то Николай Васильевич Белов, академик крестологов, даже статью в журнале «Кристалография» написал, что пятая ветерная симметрия в природе как борьба с космосностью и окаменением. То есть, ну вы возьмите шестиугольники правильно, вы именно сплошь пространство заместите. А если вы пятиугольники возьмете и начнете складывать, там просветы остаются. Эпитерная симметрия не кристографическая. Кристаллы не растут. Ну, сейчас открыли квазисимметрию вот эту эпитерную, но это две луковые какие-то кристаллы, это очень маленькие зоны в кристалле. Но большой, хороший кристалл, у него либо восемь, второго, третьего, четвертого и шестого порядка. Пятая, седьмая этапа, это запрещенные кристаллы. То есть камни растут из тех веществ, в которых присуща симметрия вот кристаллографическая. Опять это не кристаллографическая. И она очень часто присутствует в живом. Это, ну, какие-нибудь вирусы там, они же очень часто экосоидрические. Тоже вирус табачный назовет. Фактор два какого-нибудь, у него тоже экосоидрические. И поэтому фумилен хорошо проникает сквозь мембрану клетчатую. И когда на него пытаются перевесить действующее вещество, то можно его как бы использовать как агент, доставляющий нужное место. И вот важно что-то ему решить. Но здесь я плавлю уже, так сказать, сквозь мембрану за счет размеров хорошо? Да, 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 да. Пять шуточков, пять шуточков, пять шуточков. Пальцы, пальцы, руки. Да, да, да. Терпаясь ноги. Так борьба живого снижения. Союз. Союз. Потому что био-гео-химическое единство. Но это может быть очень глубоко. Про доставку агентов через мембрану хорошая на Массо-Чудетском психологическом институте сайте. Анимации, главное даже. Он не то, что по размерам, он как ключ, свой чужой отличает по форме. Ну да, и это тоже. А вы не можете сказать, а вот те купола, которые разрабатывал Фулли, они как-то по структуре связаны или не на речке с Фуллиленом? Нет, они связаны только по голове Речерда Смолли, который назвал Фуллиленом. Ну, самый маленький геодезрический купол, между прочим, была какая-то кафушка на... Может, она и сейчас еще стоит. На косе вот пройдите. Да, она как раз, ну, не сделана чисто кафу. Вот эти угольники и шестриугольники. Вот. Но, конечно, вот этот огромный купол, там, скорее, треугуляция была. Там треугольники, треугольники. Но треугольники объединяются. Если вы посмотрите, вы все равно и шестриугольники и пятиугольники. Объедините никак по-другому, вы купол из них не выставите. То есть, вот это основная, основной каркас, это все равно дитя Неймера. Если шар, то двадцать шестриугольников и двенадцать пятиугольников. С одинаковой стороной. Медицинским применением, где у нас, в Нижнем Новгороде, еще технических... Я не знаю, где еще. Я не знаю. Нет, ну, в мире, наверное, работают. Ну, ребята, невозможно было все это приготовить и заценить вот эту презентацию. Я сразу же позиционировал, что я буду наших нижегородских, как бы, рекламировать. И предпринимательные и учебники. Причем, может, даже не в самом высшем уровне, а тех, как сказать, рабочих в науке, тех, кто это держит все в руках. Потому что вот те ребята, которых я показал, столько они всего придумали, чтобы повысить производительность, выход этого хулирена в сад, выход в рефильтрацию, очистку. Ведь, ну, вот, я не знаю, хроматография, вы представляете? Ну, кто-то представляет, кто-то нет. Что такое хроматография? Я придумал простой пример для себя. Вот мы сейчас две группы, одинаковые силы людей, на дорожку встали. Одни в красных майках, другие в зеленых. Те, кто в красные, намазали подметки, клей. И всех запустили идти подолюбой. Ясно, что через них все в зеленых майках были бы вперед. Вот это длина колонки хроматографической, на которой происходит полное раздевление. Но беда вся в том, что те, кто стоял в глубине этой группы, все равно об асфальты смажут свои ножны. Часть зеленых не сразу выстрелит, а останется. Это вот на хвосте распределения. Поэтому скажу, вынуть чистый шестидесятый, чтобы в нем не засело сколько-то семидесятого, очень трудно. И особенно чистый шестидесятый получить. Ну, шестидесятый, ладно, тех, кто выбежал от оквали, все у нас придем на это впереди. Вот у нас в сирене фулирент С. А вот С-70, там все равно внутри сколько-то останется шестидесятый. Так вот Михаил Александрович Ларбатик, он придумал методом перекристаллизации его чистки. Потому что когда растут кристаллы, структура кристаллов семидесятого и шестидесятого праздника, вот здесь удалось добиться очень высокого обогащения. И думаю, что кроме нас, ну, я не знаю, пост был опубликован, но это точно был, он первый получил более 20 с лишним процентов частоты семидесятых. А в шестидесятый мы получали девяносто девять и пять. Хроматографики, да? Это хроматография. Но это весь комплекс, потому что первое разделение шло уже в сексе. А вот некоторые, скажем, у нас же в стране делали еще люди. И в Курчатнике, там, Валент Бесмельницин, прекрасное совершенно производство наладок фулерена. Мы у него в какой-то мере для своих промышленных установок взяли вот эту идею вращающихся катодок. Хотя я просто считаю, что мы пошли по нехорошему пути. там выход ниже, там просто автоматизация проще. Там установки эти такие, что ее запустил, и сутки или двое, там, к ней никто не подходит. Но выход, там 5,8 процентов. А в первой запатентованной установке до шестнадцати процентов выходил. Но это на сажу. А на кирпичное, я считаю, на исходного углерода. Вот если на исходном, то там выход ниже, чем вот в той последней установочке, где в саже девять процентов, но зато не тридцать процентов высокого углерода, а девяносто пять используется для производства этой сажа. То есть только эта вся... Центрифугирование не работает? Центрифугирование не работает, да? Нет, центрифугированием просто фуллерены вы не разделите, конечно, я думаю. Ну, в жидкой фазе, тем более, это же молекулы, растворы, эти частицы. В частицы это когда закрестизновалось, превращается. Это кристаллики. Кстати, их очень трудно распустить до этого самого... Ну, до абсолютного раствора. Все равно димеры и димеры остаются в растворе. Даже аспектры могут трудно. А вот, если вас интересует биологическая активность, надо, значит, работы украинского ученого Андреевского найти, моделите Андреевского, и там тоже очень много. Я посмотрел, как из-под пальца, но это уже выше моей головы все это усвоить было сразу. Но там как раз очень интересные идеи, близкие к идеям, разрабатываемым в Эпфане, моим дробом Сильвановскому Дмитрия Андреевича, о том, что вода снафтурируется около всяческих выверхностей, около поверхностных метков, около выверхностей, ну, сосудов. Вот там идея о том, что вода снафтурируется вокруг фунерена. И там до десяти, по-моему, оболочек он нащитывает. Я просто видел саму статью и картинку, я не могу точно сказать и критиковать, и обсудить метод, который он сделал, но то, что вот такие идеи есть, что фунерен структурирует воду, и этим как бы он влияет, поскольку меняет биологические свойства воды, структуру воды, Вода структурируется и сама без фунерена? Это другой вопрос. Она так структурируется, а фунерен как-то по-другому, но это уже... Ну, я не знаю. За счет чего вода структурируется? За счет чего вода структурируется? То есть, получается, что молекулы воды... Ну, молекулы обе друг с другом всегда связаны, и молекулы, на самом деле, они не путешествуют одна по одной, они связаны с гигантских кластерами, эти молекулы перевязаны водородными связями. Но какую форму эти кластеры имеют? Вот в чем вопрос. Вот Симоновский считает, что поверхности они плоские, как платочек, а потом уже окружаются где-то внутри, потом снова образуются поверхности. А в фунерене, это некоторые сферы, получается, где определенным образом связаны молекулы воды, я говорю, найдите работу в Угнеевском, он приводит расчеты компьютерные, где просто подрисовано, как эти молекулы воды стригают в своем здании. ... ... Надо поблагодарить, наверное. ... ... ... Спасибо вам за то, что вы имели такое чертение, слушаем до конца. ... ...